Чего только не бывает. Поселок Алтышево попал в программу электрификации Чувашия, но без одной улицы. В своем доме на Полевой Виктор Долгов остался один. Его семья переехала в более цивилизованные условия. Соседи тоже решили сменить место жительства. А спустя почти три года электричество в Алтышево все-таки провели. О надеждах в светлую жизнь в нашем сюжете. Виктор Ильич говорит, что теперь животных у него будет больше. Кроме кур хочет завести и коров. Вообще хозяин надеется, что и жизнь его изменится. Дом-то построен таким образом, чтобы вверху вроде жилье помещено, а здесь для рабочих столовая, туда-сюда же лишним будет. Что-то усовершенствоваться дальше. Виктор Ильич так и не понял, почему улица Полевая выпала из программы электрификации. Этого ему не объяснили ни в сельской администрации, ни в районной. Зато после обращения в общественную приемную Дмитрия Медведева необходимость в объяснениях отпала. Сразу стали звонить, узнавать подробности, а спустя два месяца свет появился. У вас радио работает, телевизор работает? Телевизор работает. Рад. И даже не могу раз говорить по-хорошему. Городный, персет, как говорится. Три года Виктор Долгов жил на этой улице один. Соседи разъехались. Самое трудное, рассказывает Виктор Ильич, было зимой, когда поздно светает и рано темнеет. Три года хоть как-то освещал жизнь алтышевца небольшой дизель-генератор. Но на него и топливо не напасешься, и работать много не сможешь. С появлением электричества Виктор Ильич стал ремонтировать старый забор. А в администрации поселка говорят, что жизнь на этой улице скоро забурлит. Здесь собираются строить дома, чтобы переселить жителей из ветхого фонда. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика.